Ну что ж, спасибо большое, Стефан. Как известно, Стефан заядлый спортсмен. И, кстати, о спорте мне бы тоже хотелось сейчас продолжить говорить. У нас, тем более, в гостях уже есть люди, которые в этом виде спорта разбираются особенно хорошо. Я имею в виду в данном случае бег. У нас в гостях Алексей Монченко, капитан команды крымской ветки бега мира, а также Светлана Хисамуддинова, посол мира, кандидат педагогических наук, мастер спорта. В общем, очень долго можно перечислять все ваши должности. Но также стоит отметить, что вы неоднократный победитель забегов в Швейцарии и США, которые длились несколько суток. Вот на этом я как раз-таки хотела бы акцентировать внимание. Спасибо. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, наверняка ваше утро начинается с небольшой пробежки. Безусловно. Мы бы хотели, наверное, рассказать немножко об эстафете, потому что мы как раз вчера стартовали в Бровлитый Красноперекопск. Сейчас у нас основная команда бежит где-то в районе Черноморского, наверное. Мы тут рады по вашему приглашению поприсутствовать немножко в студии. Скоро к ним присоединимся. И хотелось бы рассказать немножко об истории вообще этой эстафеты. Давайте. О миссии, о том, что она вообще обозначает. Вот 32 года назад известный общественно-гуманитарный деятель, спортсмен и миротворец Ши Чен Мой дал первый старт этой эстафеты. И это возможность для каждого человека, независимо от вероисповедания, независимо от цвета кожи, независимо от его политических взглядов, просто прикоснуться к факелу мира как к символу дружбы, к символу взаимопонимания, к символу любви между всеми народами всей Земли. Потому что все мы живем на одной планете. На самом деле это наш один общий дом. И сейчас мы видим, что у этого факела нет никаких преград. Потому что уже более 650 тысяч километров преодолели бегуны с факелом. Уже более 160 стран приняли участие. В каких странах? А, 160 стран. Ну, практически все, можно сказать. И в этом году даже особое событие, отмечает эстафета, первое кругосветное путешествие, которое началось на острове Бали в феврале этого года, пройдет по всему южному полушарию. Это и Антарктида, и Африка, и Южная Америка, и Австралия, Новая Зеландия, островные государства Тихого океана. В общем, полная кругосветка. В ноябре этого года на Бали финишируют. Ну, я так понимаю, что вернутся на Бали как раз-таки, да? Мы... Там финишируют. Сейчас немножко расскажу, как это технически происходит. Обычно в Нью-Йорке дается старт эстафетия. Туда приезжают примерно из 150 стран представители. Вот такой вот очень красивый. У нас Светлана была как раз на старте этой эстафеты. Очень красивый такой единый поток, интернациональная такая вот команда. Мне кажется, наверное, даже трудно сосчитать, какое количество людей принимает участие. Просто тысячами измеряются, может быть, даже миллионами. Да, конечно, миллионами. За 32 года, представляете, сколько это мы людей прикоснулись к этой мечте. Это удивительное путешествие. Светлана, а вы откуда начали бежать? Вот с какой точки? Вы с самого начала тоже? В этом году? Да. Или вообще? Да, вот в этом году. В этом году я бежала в Америке, бежала в апреле месяце. Там был такой шестисуточный пробег, где 450 километров я преодолела за шесть суток. Потом бежала в Молдавию, в Кишинево, и тоже меня пригласили, как посла мира. Там пробежала 120 километров. Потом по московскому региону, по московской области бежала тоже 10 дней. Потом сразу же на другую ветку меня перегносили. Бежала вокруг Онежского озера. Представляете, сколько? Потом из Читы в Китай. Вернее очень сложно представить. Я вот только сейчас прибежала, прилетела, вернее, из Читы, потому что у нас был пробег по Китаю. Это такое дружественное. Но, конечно же, хотелось бы узнать о Крыме. Наверняка это какое-то особенное место. Здесь приписывают ему какие-то магические свойства. Может, Вы тоже это почувствовали во время бега, какую-то особую энергетику? Да, конечно, это особое место. Энергетика чувствуется, особенно, во-первых, и море, и солнце столько, и улыбки людей. Вы знаете, нас прекрасно встречают, можно сказать, с хлебом, с солью встречаются, слезами провожают. Мы видим, что понимание этой важности, вот этой удивительной игры, можно сказать, космического плана, растет и вовлекает все больше людей, и молодежь. Молодежь, вот эти ориентиры духовности, нравственности, стремление к миру, они, мы чувствуем, что они начинают работать. Светлана, а можно задать у Вас такой вопрос, спросить? Вы начали бежать тоже 32 года назад или намного раньше это сделали? Нет, позже. 32 года – это во всем мире международная факельная эстафета, а 27 лет, вот с 87-го года, ой, с 92-го года в нашей стране. И я когда узнала, что это движение, мне уже тогда было сколько лет, я уж не помню. В общем, я каждый год принимаю участие в этих эстафетах. Знаете, как интересно, интересно жить, интересно и бежать бесконечно. А что это меняет, например, что поменяло это в вашей жизни? Просто для меня, например, очень сложно представить, как это, бежать несколько суток. И вот самый главный вопрос, а ради чего? Вот что оно в итоге дает? Это моральный, в первую очередь, аспект или какой-то другой, наверное, вопрос? Просто очень четкое понимание, ради чего ты вообще пришел в этот мир. Оно не сразу пришло, оно пришло, может быть, с того момента, когда я узнала об этом движении, о тех людях, которые делают шаг за горизонт, бегут не то, что там 6 или 10 суток, 52 суток, уже 5 женщин в мире. То есть узнала безграничных возможных человек, и сам инициатор этого пробега, его имя Шричин Мой, это действительно интегральная личность, плодотворный писатель, поэт, художник, композитор, музыкант, миротворец, предложивший вот такие миротворческие акции. Он своим примером вдохновил, без привлечения, скажем, миллионы людей на планете, я в их числе. Я благодарна судьбе, что такой толчок в осознании пришел ко мне в 49 лет. 49 лет? 49 лет. Сейчас мне уже 75. Я не стесняюсь говорить о возрасте, потому что возраст – это так относительное понятие, потому что душа – наша вечный ребенок. Вы не выглядите на этот возраст. Спасибо. Я думаю, это как раз-таки тот пример, который доказывает, насколько благотворно влияет вообще спорт. Я хочу зажечь этой мечтой о мире. Вот вы спросили, что я бегу, я бегу, чтобы, знаете, скажу, можно стихами вам скажу так, что я победа над собой, новых жажда, мне как воздух нужны они, чтобы себя победил однажды. К новым стартам стремилась ты, не победа, движение важно. Чтобы не пятиться, если спять, буду снова с собой сражаться и других за собой увлекать. Я не дам огоньку погаснуть, что горит у меня в душе. Благодарность во мне святая, что живу я на этой земле. Этот огонь зажженный фаль, он горит в сердце моем, и мы хотим зажечь как можно больше людей этой мечтой о мире. Здорово. Но вот у меня тогда вопрос к Алексею, а удается ли зажечь эту мечту, например, у крымчан? Вот они в этом году присоединяются к бегу? Вы знаете, мы, глядя на горящие глаза молодежи, вчера в Красноперекопске было человек 600, наверное, просто полный стадион. И мы вот иногда даже чувствуем, что на самом деле вся сила приходит от них. То есть мы уже в процессе бега подуставшие немножко, большие достаточно расстояния, порядка 100 километров приходится преодолевать в день. И когда ты прибегаешь в населенный пункт, когда ты видишь вот этот хлеб-соль, когда ты видишь эти горящие глаза, радостные лица детей, которые рисуют красивые рисунки, там о бегунах, там с лозунгами, которые стремятся тебя поддержать, это действительно заряжает энергией, ты понимаешь, что ну вот, все не зря. Даже дети небезразличные остаются. Да, дети прежде всего, они чувствуют больше всего. А вот можете еще раз напомнить, какой путь проходит по Крыму, то есть откуда-то, до куда будете бежать? В этом году у нас, вот такая карта, если будет видно, в этом году у нас старт Красноперековский, как я уже говорил. По пути у нас вчера была Славянская, Оленевка, Евпатория, Бахчисарай. И финишируем мы 20-го числа, 20-го сентября в городе Севастополь, а 21-го принимаем участие в Кроссе нации. Нас пригласили севастопольское правительство. Вот с радостью побегаем и круг такой почета тоже по городу Героя пробежим. Ну и погрузите меня еще в некоторые подробности, правда времени остается очень мало. Как это вообще происходит? Разрешаются ли остановки, насколько долгие они, да, вот где вы обычно задерживаетесь в этих случаях? Мы обычно примерно 100 километров в день рассчитываем, иногда чуть меньше, иногда чуть больше. Бежим командой, у нас в основной команде 12-15 человек, вот в зависимости от того, как набрали. Бежим обычно 5-10 километров, то есть один бегун бежит по трассе с факелом, за ним едет машина сопровождения, потом мы его меняем через 5-10 километров, бежит следующий. А когда город, когда встреча, мы строимся всей командой, достаем флаги, достаем у нас красивые растяжки, вот в этом году красивая форма у нас очень. И всей командой забегаем, соответственно, попадаем на этот праздник, который обычно делают в каждом городе. Вы знаете, мне кажется, что об этом нужно не говорить, это надо видеть. Но мне кажется, в этом случае нет победителей, почему? Потому что все уже ими являются. Потому что это всего, прежде всего, как сказала Светлана, победа над собой. Спасибо вам большое, к сожалению, времени у нас совершенно не осталось. Я напомню, у нас сегодня в гостях Алексей Монченко, капитан команды крымской ветки «Бега мира», а также Светлана Хисамуддинова, посол мира, кандидат педагогических наук, мастер спорта, член-корреспондент Международной академии экологии и природопользования. Благодарим за то, что вы сегодня к нам пришли и вместе с нами начали это утро. А мы двигаемся дальше и прямо сейчас предлагаем посмотреть наш следующий сюжет о других победах, не менее важных. Они касаются искусства, и к этому искусству причастны наши крымчане, даже маленькие крымчане.